Сегодня в России стартовала избирательная кампания. Напомню, 11 и 12 сентября будет проводиться досрочное голосование. А 13-го пройдет основной день голосования. Как и в других шести районах республики, сегодня в Прикубанском районе открылись участки для голосования. Здесь также предстоит избрать депутатов в органы местного самоуправления. В первый день голосования в поселке Мичуринский побывала наша съемочная группа. Репортаж Мурата Дженкезова. Миссия поселка Мичуринский открылась, как и другие избиркомы республики, в 8 часов. Мичуринцам предстоит ответственная роль – избрать депутатов в органы местного самоуправления. Эти три дня у нас проходят выборы на территории Прикубанского района. Это 10 сельских поселений. Это выборы депутатов в органы местного самоуправления. У них стойки заканчиваются. Поэтому есть необходимость формирования новых созывов депутатов. И по одному поселению у нас дополнительные выборы. Из 23 участковых избирательных комиссий приступили к работе два сотна избирательных комиссий, так как двух из них нет выборов в этом году. Самое пристальное внимание уделяется санитарным требованиям. Участок для голосования полностью обработан дезинфицирующими средствами. И рекомендации Роспотребнадзора по проведению голосования в условиях пандемии соблюдаются неукоснительно. Если у вас под рукой не оказалось средств индивидуальной защиты, на избирательном участке вам их любезно предоставят. Сначала проводится замер температуры, затем вам подскажут дальнейшие действия. Участок номер 173 обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты – дезинфекторами, масками, перчатками и одноразовыми ручками. В течение дня, через каждые 30 минут у нас проводится дезинфекция. Проветриваем помещение, обрабатываем столы, техничка обрабатывает полностью здание. Явка избирателей невысокая, оно и понятно – голосование будет проходить в течение трёх дней. Есть ещё время подумать и принять верное решение, чтобы отдать свой голос за достойного кандидата. Я пришла исполнить свой гражданский долг и проголосовала за кандидата, который больше всего мне нравится. Избиратели и кампании проходят в семи муниципальных районах. Всего задействованы 13 избирательных участков. Жителям республики предстоит избрать 364 депутата в органы местного самоуправления. Мурат Чантьюзов, Мухаммед Ошибоков, Вести Карачаева, Черкесия.